Она в белой форме постепенно выходит из затяжного кризиса, в который команда попала после сверхнагрузок в период участия команды в Кубке Интертото. Калининградцы, кроме всего прочего, должны поблагодарить и своих болельщиков, не отвернувшихся от команды, и, как всегда, заполнивших трибуны и на матче с Россельмашем. В неожиданной крупной победе Балтика, естественно, обязаны своему тренеру Леониду Ткаченко, причем не только за выполнение им своих непосредственных обязанностей. Одной из причин неудачно складывавшихся дел Балтики наставник Калининградцев называл такой немаловажный в спорте фактор, как отсутствие фарта. Чтобы удача вновь повернулась к Балтике лицом, тренерский штаб команды перед игрой с Россельмашем поменял скамейку, на которой обычно они располагаются во время матча, и, как выяснилось, не прогадал. Правда, по-настоящему Балтика заиграла только после перерыва. В первом тайме остроты у ворот Савченко почти не было, и гости выглядели даже опаснее, но им не везло. Заметно оживил игру, вышедшую на замену под неоднозначно относящимся к Фортуне 13-м номером Константин Везенок. Да и в целом вся Балтика смотрела с предпочтительных гостей. У Россельмаша не клеилась игра в атаке, да и оборона под натиском хозяев начала давать сбои. Калининградцы действовали впереди изобретательно, чередуя индивидуальную игру с дальними ударами и оригинальным розыгрышем штрафных ударов. Но удача, которую так долго ждали тренеры балтийцев, пришла только в конце игры. На 83-й минуте Силин бросил в штрафную гостей Везенока, и тот, недолго думая, пробил. И обычный надежный Савченко пустил мяч под мышкой 1-0. Балтика разменяла вторую сотню голов забитых командой высшей лиги. В следующий раз Балтике повезло чуть позже, когда у главного специалиста хозяев по стандартным положениям Сиднева не вышел удар. На помощь калининградцам пришел рикошет и 2-0. А в концовке, когда гости всей команды побежали спасать игру, Везенок классическим пасом вывел на рандеву Савченко-Федькова 3-0. Балтика вынуривается одна от турнирной таблицы.